Добрый вечер, в эфире новости на телеканале CBC, в студии Телли Гусейн Задей, в начале коротко о главном. В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании Ильхама Алиева и Байрама Бегая, одна из обсуждаемых в ходе переговоров тем сотрудничества в энергетической сфере. Участники 10-го глобального бакинского форума принимают участие в мероприятии на тему Гейдар Алиев «Жизнь и наследие». Азербайджанские спасатели с самыми последними покинули зону землетрясения в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Меглу Чаушалу. Сегодня в Баку завершается Кубок мира по спортивной гимнастике. За медали будут бороться два представителя Азербайджана. Азербайджан и Албанию связывают дружеские и партнерские отношения. Об этом отмечалось в ходе встречи президентов Ильхама Алиева и Байрама Бегая в Баку. Сторона высоко оценивая успешное сотрудничество, была дана высокой оценкой взаимной поддержки двух стран в рамках международных организаций. Президенты Азербайджана и Албании провели обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере энергетики, расширения торгово-экономических связей, открытия посольства Азербайджана в Албании, а также учреждения посольства Албании в стране. Президенты подчеркнули, что эти шаги положительно скажутся на развитии двусторонних отношений. Здравствуйте. Благодарю за то, что посетили нашу страну. Очень рад вновь видеть вас. Вспоминаю нашу прошлогоднюю встречу в Тиране и еще раз благодарю за гостеприимство. Я остался очень доволен своим официальным визитом в вашу страну и обсуждениями, проведенными с вами, с премьер-министром. Принятые нами решения по укреплению нашего сотрудничества действительно демонстрируют высокий уровень дружбы и братских отношений между нашими странами. Благодарю за то, что прибыли для участия в важном мероприятии, проводимом в рамках 10-го глобального Бакинского форума, специальной сессии, посвященной 100-летнему юбилею моего отца, президента Гейдара Алиева. Большое спасибо. Уверен, что вы хорошо проведете время в ходе пребывания в Баку. Это очень хорошая возможность затронуть важные моменты нашего выгодного двустороннего сотрудничества. Благодарю, господин президент. Посещение Азербайджана для участия в Бакинском форуме, который является знаменательным событием, встреча с вами, вызывает у меня и мои делегации чувство большого удовлетворения. Это дополнительная возможность приехать и увидеться с вами. Конечно, наследие вашего отца вечно. Считаю, что то, что вы делаете для Баку и всей страны, можно увидеть повсюду. Вчера я вышел в город и много прогулялся и стал свидетелем того, что город восхитителен. Конечно, как вы упомянули, мы встречались в прошлом году, и я думаю, что наши страны являются дружественными. Мы должны работать над укреплением нашего двустороннего сотрудничества, в частности в экономической и туристической сферах. У нас есть трансатриотические трубопроводки, и мы должны больше работать, чтобы газифицировать всю территорию страны. Особенно сейчас, когда вопрос энергии очень важен. Газ тоже очень важен. Мы очень рады, и нам повезло, что вы взяли на себя такое обязательство, и что мы завоевали вашу дружбу. В центре Гейдара Алиева в Баку прошло мероприятие под названием «Гейдар Алиев. Жизнь и наследие». Мероприятие приняли участие участники 10-го глобального бакинского форума, депутаты парламента Азербайджана, государственные чиновники и представители СМИ. В рамках мероприятия состоялись панельные сессии уважения наследия Гейдара Алиева мировыми лидерами и формирования национальной идентичности. Азербайджан сегодня известен как надежный партнер и стабильная страна. Высокопоставленные гости, выступая на мероприятии, отметили огромные заслуги Гейдара Алиева, являющегося архитектором современного Азербайджана. Некоторые президенты, которые присутствуют здесь, знали Гейдара Алиева лично. Они рассказывают историю о великом лидере, который создал современный Азербайджан. Для того, чтобы основать сильную и прекрасную страну, такую как Азербайджан, необходимо иметь особые качества. Это то, что мы собираемся обсудить сегодня. В то время так реагировать на существующие проблемы было непростой задачей. Сложное время, распад Советского Союза, создание 15 новых государств. Но несмотря на это, Гейдара Алиев смог привнести мир, современность и перспективу для своего народа. Он уже родился как будто с мечтой о будущем в современном Азербайджане. То есть эта мечта не пришла просто так, в один день. Она постепенно возрождалась в его уме. И он мечтал, именно мечтал. То есть думал об этом, какой будет Азербайджан после нескольких десятков лет. И когда пришло время, возможности, то есть исторические обстоятельства, которые всегда дают толчок для чего-то нового. Он был готов. Он был готов слушать и понимать свой народ. Он был тоже готов показать путь, куда идти азербайджанскому народу. Гейдар Алиев был выдающимся человеком. Он пришел к руководству, когда в стране была война и нестабильность. Он привнес стабильность и направил все силы на развитие страны. И, конечно, он создал современный Азербайджан. Участники мероприятия, посвященного жизни и наследию Гейдара Алиева, проведенного в центре Гейдара Алиева, также побывали и на аллее почетного захоронения. Гости посетили могилу общенационального лидера. Проблемы мирового и регионального масштаба обсудили в Баку участники 10-го по счету глобального форума. В течение трех дней на этой международной площадке звучали многочисленные заявления и призывы. В мероприятии приняли участие представители многих стран и авторитетных международных организаций, в том числе президенты, премьер-министры, руководители агентств ООН. Популяризация ценностей, сосуществование в условиях мира и взаимопонимания, а также стимулирование сотрудничества и диалога между народами и культурами – таковы основные цели прошедшего в Баку глобального форума. С 9 по 11 марта на этой международной площадке были рассмотрены вопросы устойчивости НАТО, климатические изменения и глобальные потепления, угрозы, стоящие перед миром, включая ядерную и продовольственную безопасность, а также перевозки, обеспечение энергетической безопасности и другие вопросы. Если ЕС хочет быть важным глобальным игроком, он должен включать в себя западные Балканы. Об этом было заявлено в ходе одной из панельных дискуссий, организованных в рамках юбилейного Бакинского глобального форума. Вхождение балканских стран в состав ЕС предоставит общую площадку для обсуждений всем странам региона, считает экс-президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович. Многие страны региона видят свое будущее в составе ЕС. Я всегда поддерживала вхождение соседних стран в состав ЕС и НАТО. Весь регион обладает огромным потенциалом. Времена изменились. Война в Украине подорвала всю безопасность Евросоюза. Страны западных Балкан уже более 16 лет пытаются интегрироваться в ЕС. Но этот вопрос до сих пор остается открытым. Страны этого региона сталкиваются с большими проблемами. Прежде всего, это сложные отношения в Боснии и Герцеговине и в отношении между Сербией и Косово, которые, по словам участников, являются возможными источниками нестабильности. Война между Россией и Украиной ситуацию не облегчает. Бывший председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Златку Лагумджи отметил, что не предпочитает термин «Западные Балканы», потому что он вызывает негативные ассоциации и предпочтительно говорит страну Юго-Восточной Европы. В рамках форума прошло обсуждение по теме «Поиск мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и вокруг него». Председатель правления Центра исламских исследований имени короля Фейсала Саудовской Аравии, принц Турки Аль-Фейсал Аль-Сауд, заявил, что конфликт в Украине создал много проблем для некоторых стран. Он отметил, что ООН должна быть обновлена, чтобы повысить свой авторитет в мире. В то же время бывший глава МИД Египта Амар Муса, подчеркнув важность решения вопросов на Ближнем Востоке, отметил, что для разрешения конфликтов в регионе должны быть достигнуты совместные договоренности. Без установления мира не может быть и речи о развитии. Я могу сказать, что форум в Баку нисколько не уступает другим подобным дискуссионным площадкам во всем мире. Например, темы, которые здесь поднимаются, чрезвычайно актуальны. Я очень рад этой возможности. Возможности поучаствовать в диалоге на довольно высоком уровне. Возможности встретиться с господином президентом Ильхамом Алиевым. Конечно, в центре внимания наших дискуссий такие проблемы, как ситуация в Украине и палестинский вопрос. В этом смысле бакинская платформа является собой довольно удачную и полезную площадку для выработки полезных решений или просто альтернативных мнений относительно вышеупомянутых и иных глобальных проблем. Основной посыл форума – свободный диалог о проблемах мира. И мы получаем от этих людей их опыт, их мудрость. И важно, что многие из них каждый год вновь возвращаются сюда. Все они говорят о том, что извлекают для себя огромную пользу из этих диалогов. Мы можем с гордостью сказать, что бакинский форум значительно вырос за 10 лет. Это можно видеть хотя бы по числу его участников. Глобальный бакинский форум, организованный Международным центром Низами Генжави, в очередной раз сплотил сотни участников со всего мира. Дискуссии, проводимые в рамках форума, внесут вклад в решение важнейших проблем, стоящих перед обществом. Административный суд города Бастия на французском острове Корсика обязал местный законодательный орган ассамблею использовать только французский язык, а не корсиканский. Суд сослался на Конституцию Франции в своем постановлении, что французский является единственным языком, разрешенным при исполнении государственных обязанностей. Руководители законодательной и исполнительной власти Корсики в совместном заявлении выразили сожаление по поводу заключения суда. Это решение равнозначно лишению избранных представителей Корсики права говорить на своем языке во время дебатов в ассамблее Корсики. Тему продолжим с Гадыром Асланом, политологом. Добрый вечер. Здравствуйте, Денис, приветствую вас. Гадыром Асланом, вот как получается, что в стране Евросоюза суд запрещает использовать язык в целом коренного населения одного из регионов? Ну, получается, что, как поговорка говорит, у себя в глаза бревна не замечаешь, а у другого соломи ныщешь. У французов тоже одинаковая ситуация. Они у себя дома порядок не навели до конца и не смогли договориться с этническими межсестами. А к нам приходят заявления со своими выступлениями, заявлениями, как мы должны относиться со своими гражданами этнического происхождения. И это очередной раз показывает лицемерие французских политических элит. И очередной раз доказывает, что в Елисеи, в дворце Елисеи, в высших политических кругах Франции до сих пор живы такие нарративы, такие тишения, как империализм, неоколониализм и так далее. И они поэтому не дают корсиканцам говорить, вести дебаты, общаться между собой на своем родном языке. И я хотел бы давать небольшую информацию нашим телезрителям о Корсике. Эта проблема возникла со второй половины XVIII века, когда Корсика перешла под юрисдикцию Франции. И там начались освободительные движения, национальные освободительные движения. До сих пор продолжаются. И там самая главная организация называется «Фронт национального освобождения Корсики». И в 2017 году они одержали победу. И Корсика является одним из небогатых, самых нуждающихся регионов, 18 регионов Франции. И с населением 350 тысяч человек. И вот эта великая Франция с ядерным своим арсеналом и огромной экономикой, и своим культурным наследием не может решить эту проблему уже 300 лет. А когда речь идет о нашей проблеме, которую мы прошли колониально, у нас бывшее, за 200 лет мы пережили колониальное прошлое. Поэтому Франция не та государство, которое может учить нас. И это очередной раз является фактом, поучительный урок, является поучительным уроком для Франции. Ну вот многие политики в целом, они же раскритиковали этот вердикт, да? И наоборот считают, что все-таки корсиканскому языку нужно и необходимо придать официальный статус наряду с французским. Вот как вы считаете, как дальше будет обстоять дела в этом вопросе? Ну по фактам, если, к слову, с 1975 года до 1997 года, за 20 лет, на протяжении 20 лет, там было 8 тысяч покушений на дипломатов, государственных чиновников французского происхождения, конечно же. И это доказывает, что корсиканцы как относятся к французской элите и политической верхушке. И я думаю, что ситуация, если так продолжится, обострится ситуация и углубится конфликт между местными и политической элитой Франции. Но они же, когда у нас вторая Карабахская война закончилась, как только это закончилось, они приняли в своем сенате, обсудили и приняли решение, которое подрывает демократические основы государственности. Они же приняли поддержку сепаратистов, которые находятся в Карабахе. И эта проблема, когда господин президент заявил, что нет никакой Нагорно-Карабахской республики у нас. Если кто-то ищет эту республику, то может во Франции есть такая республика, Марцахская или корсиканская республика независимая, которая вот-вот уже должна получать своей независимость. Ну, получается, опять двойные стандарты, да? Ведь вот это решение, оно последовало именно за иском, поданным префектом Корсике, да? И было принято именно в тот момент, когда администрация Макрона ведет переговоры с местными политиками именно о предоставлении Корсике большой автономии. Конечно же, и это явление, ну, получается так, что Азербайджан проводит государственные, межнациональные форумы у себя дома и призывает всех государств, особенно те, которые в свое время были империями и держали у себя под властью колонии и так далее. Азербайджан их призывает к платформе, где можно обсудить темы, которые были унаследованы со второй половины 18-19 века, 200-летней давности. Азербайджан предлагает это и проводит форумы, чтобы общались, решили проблему на Ближнем Востоке. Одинаковая проблема, колониализм, колониализм, колониализм. И Азербайджан предлагает, чтобы они сели за 100 переговоров и решили разве навсегда. Потому что наступает новый этап межнациональных, межгосударственных отношений, создается новый мировой порядок. И в этом контексте проблемы, которые были унаследованы от колониализма, они должны быть решены разве навсегда. В том числе Карабахский конфликт. Спасибо большое за Ваш комментарий. Спасибо огромное. Гады Раслан, политолог, подключался к нам на прямую связь. Азербайджан и Албания также взаимодействуют на различных международных площадках. Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. И эта поддержка всегда была взаимной. Продолжая политику расширения всестороннего сотрудничества, страны наметили открытие дипломатических представительств в обеих странах. Албания рассматривает Азербайджан как важного политического и экономического партнёра. Страны осуществляют взаимные инвестиции. В 2021 году товооборот между странами составил около 5 миллионов долларов. Стороны намерены наращивать товооборот в ближайшем будущем. Одним из приоритетов сотрудничества является сфера энергетики. Обе страны являются участниками трансадреатического трубопровода. Реализация данного проекта послужила импульсом для развития экономических связей. Отношения между странами демонстрируют высокий рост развития после подписания меморандума взаимопонимания по стратегическому партнёрству в сфере энергетики между Азербайджаном и Европейским союзом. Данный документ знаменует поставку газа из Азербайджана в Европу по Южному газовому коридору. Особую значимость представляет взаимодействие стран на различных международных площадках, в том числе в ООН и в Совете Европы. Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Примечательно также развитие дипломатических отношений между странами. В сентябре текущего года страны отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В этом же году планируется открытие посольства Албании в Баку, а также посольства Азербайджана в Тиране. Важной частью процесса возвращения азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель, является диалог с руководством Армении. Об этом говорится в письме общины Западного Азербайджана, направленном премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В заявлении отмечается, что процесс возвращения должен происходить в рамках международно-правового обеспечения, имеющего соответствующие гарантии и механизмы верификации. Община Западного Азербайджана готова к диалогу с руководством Армении и призывает Ереван приступить к переговорам для старта процесса возвращения жителей в Западный Азербайджан. Об этом говорится в письме, направленном общины Западного Азербайджана, премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В заявлении отмечается, что в качестве первого шага община обратилась к президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелюс с просьбой создать условия для посещения западными азербайджанцами своих домов, мечетей и кладбищ. Подчеркнуто, что миссия ЕС в Армении может выполнить свой мандат, занимаясь именно этим вопросом. Пресс-секретарь общины заявила, что западные азербайджанцы готовы к примирению и мирному сосуществованию с армянским народом. После окончания 44-гневной войны были созданы условия для мира между азербайджанским и армянским народами. Ровно как правительство Азербайджана выражает готовность защищать права армян, проживающих в Карабахском экономическом регионе, и предпринимает практические шаги в этом направлении, так и правительство Армении в ответ должно предпринять конкретные действия для обеспечения прав западных азербайджанцев. В связи с этим мы призываем Николу Пашиняна приступить к переговорам с общиной. Хотелось бы подчеркнуть, что процесс возвращения в западный Азербайджан и обеспечение прав исконных жителей должны происходить в рамках соответствующего международного механизма. В письме Николу Пашиняну отмечается, что требования, связанные с возвращением западных азербайджанцев на исторические земли, не являются угрозой территориальной целостности Армении. Речь идет о базовых правах по возвращению западных азербайджанцев, изгнанных с исконных земель в течение четырех волн депортации. В заявлении подчеркивается, что в данном направлении общиной уже направлено официальное обращение в мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такого рода обращение со стороны западных азербайджанцев – это инструмент мягкой силы. Он как раз показывает, что не все согласны с той действующей политикой, которая сейчас происходит в Армении и хотят изменений. А изменения как раз-таки связаны с тем, чтобы выходить на мир с Азербайджаном, договариваться с ним, подписывать мирный договор и продолжать жить и развивать территорию вместе. Чем больше будет такого рода воздействия на армянское общество, в том числе и на армянское руководство, тем больше шансов и тем, возможно, быстрее произойдет как раз-таки подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Список депортированных из западного Азербайджана формируется в первую очередь из тех, кто был изгнан в период последней волны депортации с 1988 по 1991 год. До настоящего времени осуществлена перепись почти 20 тысяч человек, проживавших в 240 населенных пунктов. Одним из ключевых моментов затронутых письме Николу Пашиняну является возвращение западных азербайджанцев с учетом восстановления географии места проживания. Разрозненное расселение будет отклонено, как попытка, противоречащая правам человека. Эллада Мамедова, Си-Би-Си. В Карабахском экономическом регионе Азербайджана реализуются комплексные программы развития освобожденных территорий, ведутся масштабные восстановительные работы, притворяются в жизнь инфраструктурные проекты. Члены рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра при координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях, посетили Агдам и уже на месте ознакомились с ходом выполняемых работ. Члены рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра при координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации землях посетили город Агдам. Они на месте ознакомились с ходом строительных работ в Агдамском промышленном парке, площадь которого составляет 190 гектаров. Уже завершено создание социальной зоны и мобилизационного городка. Продукция, произведенная резидентами Агдамского промпарка, будет использована в строительно-созидательных работах, проводимых в районе. К Агдамскому промышленному парку проявляют большой интерес как местной, так и иностранной компании. Со стороны резидентов было привлечено инвестиции на сумму 80 миллионов монатов. На сегодняшний день в статус резидента получили 13 субъектов предпринимательства. Четыре частных резидента уже приступили к своей деятельности. Два субъекта на стадии регистрации. В промышленном парке планируется создать около тысячи рабочих мест. Для ускорения темпов экономического развития, обеспечения устойчивой занятости на освобожденных от оккупации территориях в городе Агдам составило заседание рабочей группы по экономическим вопросам. Главная цель поездки в Агдам и проведения здесь заседания – ознакомление с реализуемыми проектами, в том числе с ходом строительства Агдамского промышленного парка, обсуждение темпов экономического развития освобожденных территорий, поиск пути решения вопросов, связанных с созданием новых рабочих мест. Члены рабочих группы подчеркнули важность ускорения экономического возрождения на освобожденных от оккупации территориях и повышение инвестиционной привлекательности региона. В числе приоритетных задач государственной программы – создание современной эффективной производственной, торговой и сервисной инфраструктуры, реализация промышленного потенциала, а также разработка стимулирующих механизмов. Армения все чаще прибегает к военным провокациям против Азербайджана. Начало деятельности двухгодичной миссии ЕС в приграничных районах страны также не привело к стабилизации ситуации. Все подробности в следующем сюжете. Присутствие миссии Евросоюза в регионе не способствовало нормализации азербайджана-армянских отношений. Прогнозы экспертов оказались верными. С приходом европейских наблюдателей вооруженные провокации Армении наоборот участились. Миссия ЕС в общей сложности насчитывает 100 человек. 50 из них вооружены. В группу наблюдателей вошли в том числе немецкие полицейские и французские жандармы. В интервью армянским СМИ глава миссии Евросоюза Маркус Риттер заявил, что наблюдатели уже подготовили несколько отчетов о ситуации на границе. Перед нами поставлено три задачи. Первая – обеспечить патрулирование на армяно-азербайджанской границе, в том числе на границе с Нахчеваном. Мы будем каждый день отправлять отчеты в Евросоюз. Вторая наша задача – обеспечить безопасное проживание жителей. Для этого мы посещаем приграничные населенные пункты. Мы хотим показать жителям, что мы здесь для их защиты. Третья задача – укрепить доверие в регионе. Но это вопрос будущего. Глава миссии Маркус Риттер является гражданином Германии. В 2007-2008 годах он был начальником штаба полицейских сил наблюдательной миссии ООН в Грузии. В 2009-2011 годах руководил проектной группой немецкой полиции в Афганистане, одновременно занимая должность главного полицейского советника посольства Германии в Кабуле. Риттер заявил, что якобы деятельность миссии принесет выгоду не только Еревану, но и Баку. Тем временем даже в самой Армении часто критикуют приезды европейских специалистов, обвиняя их в наблюдении за передвижениями российских и иранских войск. Центр нашей миссии находится в городе Ехегнадзор. Это приграничная зона. Тем самым мы хотим показать, что мы работаем не только для Армении, но и для Азербайджана. По этой причине наш офис находится не в Ереване. Мы будем проводить как можно больше времени на границе. Наши наблюдатели будут также в Джармуке, Кафане, Горисе и других территориях. Главным инициатором отправки миссии ЕС в Армению был Париж. Не исключено, что наблюдатели обслуживают политические и военные цели Франции, где сильное влияние армянской диаспоры. Париж уже давно пытается ослабить влияние Москвы в регионе. К слову, сроки наблюдательной миссии ЕС на Азербайджан-армянской границе истекают через два года. Тогда же завершается мандат российских миротворцев в Карабахе. Азербайджанские спасатели последними покинули зону землетрясения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушулу на пресс-конференции в Малате. По его словам, местные спасатели продолжают работу в круглосуточном режиме. Глава турецкого МИД добавил, что всего в поисково-спасательных работах на территории Турции принимали участие 11 тысяч человек из 90 стран мира. Президент Турции Раджаб Тайпердуган хочет устроить встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле в апреле. Об этом заявил член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Чагры Эрхан. О роли Турции в решении Украины российского конфликта в следующем материале. Российско-украинский конфликт поделил мир на два лагеря. Все больше стран отказываются от своего нейтрального статуса и принимают в сторону того или иного участника конфликта. В условиях наблюдающегося международного напряжения растет роль Турции как посредника. Президент Турции Раджаб Тайпердуган продвигает мирные переговоры между Россией и Украиной. При активной поддержке Эрдогана стороны смогли договориться об экспорте зерна. В течение нескольких недель после начала конфликта мировые цены на продовольствие выросли. Многие страны столкнулись с угрозой голода, поскольку Украина и Россия – крупнейшие в мире экспортеры пшеницы. Киев в особенности с начала войны испытывал проблемы с доставкой зерна и продовольствия из своих портов. Именно в Стамбуле состоялась первая закрытая встреча военных делегаций России, Турции и Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. По инициативе Раджаб Тайпердугана, подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года, Черноморская зерновая инициатива позволила транспортировать украинское зерно в другие страны через Черное море. Президент Турции сыграл важную роль и в обмене пленами между Россией и Украиной. Эрдоган не раз заявлял, что обмен пленами является важным шагом на пути прекращения войны. Роль турецкого лидера в данном процессе ценит как украинская, так и российская страна. Когда включился такой политический тяжеловес, как президент Турецкой республики, который нашел нужные слова для решения этих вопросов, он их решил. Я еще раз говорю, задача, если стоит задача, то ее люди авторитетные, политики высочайшего уровня, ее решить в состоянии. Вот то, что нам президент Турецкой республики оказывает помощь всяких, мы ему благодарны и считаем, что его роль очень велика. Потому что в нынешней геополитической ситуации, в которой в мире с президентом Путиным мало кто разговаривает, а он разговаривает. Поэтому любой, как бы она ни была, контакт между лидерами должен быть. Правый и вклад и лично господина Эрдогана, и руководство Турции в целом, он очень значительный. И руководство России это всегда отмечает. Это что касается и обмена пленными, и даже вот тех переговоров, которые были год назад. То есть Владимир Владимирович Путин всегда это отмечает. Именно что стремление Анкары содействовать скорейшему восстановлению мира в регионе и гуманитарным проектам. Мы в России также все в целом граждане и руководство России отмечаем поддержку со стороны Турции. Кроме того, Эрдоган не разу заявлял о том, что считает своей целью организовать переговоры Путина и Зеленского, чтобы начать мирный диалог. При этом некоторые эксперты считают, что это будет возможно при одном условии. В настоящее время у президента Зеленского есть мандат народа, который в принципе подтвержден его выборами, а также, ну и когда мы его избирали, а также это логическое исследование, что встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным должна состояться тогда, когда будет восстановлен суритет территориальной целостности в рамках 91-го. Стремление Анкары выступать посредником в переговорах говорит о том, что Турция останется одним из главных участников в процессе урегулирования войны в Украине. Сулейман Калимулин, CBC. Исламский мир сталкивается серьезными проблемами. Социально-экономическое неравенство, вооруженное противостояние, гуманитарные кризисы, терроризм и экстремизм. До сих пор мире не положен конец исламофобии, ксенофобии и расизму. Одним из основных механизмов в борьбе с дальними проблемами является Организация исламского сотрудничества. Будучи членом организации, Азербайджан уже более 30 лет ведет активную деятельность в различных направлениях. Резолюциями Генассамблеи ООН, основной мировой платформой поддержки межкультурного диалога, были признаны начатые в 2008 году с участием стран-членов ОИС и Совета Европы «Бакинский процесс» и последовавший за ним Всемирный форум межкультурного диалога. А 2017 год в Азербайджане был объявлен Годом исламской солидарности, в рамках которого в Баку прошло крупное спортивное мероприятие ОИС – Четвертые игры исламской солидарности. Баку также оказал финансовую и гуманитарную поддержку мусульманским странам в период пандемии COVID-19. В марте текущего года планируется участие Азербайджана в 49-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, которая пройдет в Мавритании. В деятельности ОИС в последнее время прослеживается активность. В этом большая роль Азербайджана и Турции. По инициативе данных стран было осуществлено несколько важных проектов в сфере Исламского банка развития, образования, СМИ и права. Как известно, с этого года Азербайджан председательствует в Организации исламского сотрудничества. Паку уже озвучил приоритетные направления деятельности. Среди них энергия, транспорт, погранично-пропускные пункты, таможня, здравоохранение и туризм. Азербайджан во время своего членства в Совете безопасности ООН в период с 2012 по 2013 год выдвинул ряд отвечающих интересам исламского мира предложений, а также провел встречи в Верхах, посвященные расширению сотрудничества между ООН и ОИС. Со стороны Баку была также организована конференция по борьбе с терроризмом. Сегодня большое внимание уделяется развитию партнерства ОИС с парламентской сетью движений неприсоединения. 30 января текущего года в рамках 17-й конференции парламентского союза ОИС в Алжире председатель парламентской сети движений неприсоединения, спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова и генеральный секретарь парламентского союза ОИС Мухаммед Хурай Ченнияс подписали меморандум о взаимопонимании по данному вопросу. Этим летом мне довелось принимать в Баку генерального секретаря господина Аббульгейта. У нас состоялся обстоятельный разговор о нашем будущем сотрудничестве. Азербайджан с 2006 года является членом организации в статусе наблюдателя, и мы хотим расширить наше сотрудничество. Сегодня я принимаю участие в саммите в качестве председателя движения неприсоединения. Но в то же время у нас очень хорошие отношения со странами-членами Лиги Арабских Государств. Уверен, что в ближайшем будущем наше сотрудничество расширится, приобретет новый характер и новую динамику. Мы также придаем особое значение двустороннему сотрудничеству со странами-членами Лиги Арабских Государств. Мы высоко ценим существующие между нами взаимную поддержку и солидарность. В рамках политики солидарности наблюдается сближение Азербайджана с арабским миром. Об этом свидетельствует участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на 31-м саммите Лиги Арабских Государств, которое состоялось в Алжире 1 ноября 2022 года. Выступая на саммите, президент Азербайджана заявил, что страна, которая с 2006 года является членом Лиги Арабских Государств, со статусом наблюдателя, тесно сотрудничает с государствами-членами Лиги. Азербайджан не относится формально к своей роли председателя. Сегодня осуществляется ряд проектов и создаются мосты между парламентской сетью движения «Неприсоединение» и парламентским союзом организации «Исламского сотрудничества». Подписанное в январе текущего года меморандум о сотрудничестве между организациями дарует им статус наблюдателя. Это создает новые возможности для углубления партнерства. Я думаю, что данное сближение принесёт свои плоды на глобальном уровне уже в скором времени. 15 января в Абудаби также состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом Бензаидом Аль-Нахаяном. Две страны предприняли очередной важный шаг на пути к развитию сотрудничества в сфере альтернативной энергетики. Как отметил Ильхам Алиев, поддержка, оказанная Азербайджану в ходе дебатов по региону Южного Кавказа в Совете Безопасности ООН высоко оценивается и является примером дружбы и братства. В феврале текущего года в рамках председательства Азербайджана в движении «Неприсоединение» министр иностранных дел Азербайджана Джейхум Байрамов принял участие в международной конференции высокого уровня Лиги Арабских Государств, которая состоялась в Каире. Деятельность Азербайджана в рамках различных организаций в том числе служит созданию мира и безопасности во всем исламском мире. Салатин Мирзаева, CBC Сегодня параллельно с обсуждением с зарубежными партнерами проектов по экспорту зеленой энергии Азербайджан ведет работы и по расширению использования возобновляемых источников энергии внутри страны. Их использование занимает особое место в укреплении системы энергоснабжения Нахчевана. В настоящее время в автономной республике эффективно используется солнечная энергия, а также гидроэнергетический потенциал. Азербайджан, который зарекомендовал себя как надежный и важный поставщик нефти и газа, уже несколько лет активно инвестирует в развитие возобновляемой энергетики. В этой отрасли реализуются масштабные проекты с участием иностранного капитала. Кроме производства, большое внимание уделяется экспортным маршрутам. В частности, важная роль отводится линия электропередачи через Черное море, соглашение по которой подписали в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния. Но это не единственный предполагаемый маршрут поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу. Проект энергетического коридора Азербайджан, Турция и Европа, как планируется, проляжет через Нахчеван и станет одним из перспективных маршрутов для транспортировки чистой энергии на европейские рынки. Потенциал Нахчевани в возобновляемой альтернативной энергетике невероятно большой. Стоит сказать, что сегодня Нахчевань может обеспечить себя на 100% электроэнергией. Мы надеемся, что с открытием Зангизорского коридора, который будет не только железнодорожным, автомобильным, но и энергетическим коридором, Нахчевань будет интегрирована в единую энергетическую систему Азербайджана в полной мере. И это даст возможность экспортировать Нахчеванскую зеленую энергию. Сегодня опыт Нахчевана в использовании ВИИ уникален для всего Каспийского региона. Благоприятное географическое положение и климатические условия открывают хорошие возможности для использования альтернативных источников энергии. Если три десятилетия назад там действовало всего одна электростанция, сейчас к ней добавились девять новых. Причем из действующих объектов пять – это гидроэлектростанции, а четыре – солнечные. Потенциал солнечной энергии в Нахчеване оценивается почти в 32 мегаватта, а производство превышает 50 миллионов киловатт-часов. В декабре 2015 года в Абекском районе заработала Нахчеванская солнечная электростанция, где более 78 тысяч солнечных панелей ежегодно вырабатывают более 30 миллионов киловатт-часов. Потенциал ВИИ увеличит ее ордубатская гидроэлектростанция, проектной мощностью 36 мегаватт. Строительство ЭТГС ведется с января 2017 года. Ее ежегодная выработка оценивается в 191 миллион киловатт-часов. Это около половины всей выработки гидроэлектростанции автономии. В Нахчеванской автономной республике были выявлены территории, где благоприятны возобновляемые источники энергии по, скажем, солнечной энергии, а также были выявлены территории, где перспективы для использования ветровой энергии считаются более выгодными. Это, например, Шарур и Джульфа в Нахчеванской автономной республике. Уже сегодня есть пример развития гибридных станций. Это солнечные витрины и станции. И опыт прошлого года показывает, что такого рода электростанции очень перспективны. В Нахчеване традиционно очень сильный сектор гидроэлектростанций. Гидроэлектростанции строятся на Арпачае, на Аразе. И гидроэлектростанции являются очень сильным ресурсом возобновляемой энергетики. В настоящее время в Нахчеване более половины электроэнергии приходится на долю ВИА. Для увеличения производства планируется строительство солнечной электростанции мощностью не более 500 мегаватт. По линии упомянутого энергокоридора Азербайджан, Турция и Европа сегодня строятся под станцией в Джебраевском районе и Шахтахты в Нахчеване. Эта ветка соединит Эксклав с основной частью Азербайджана. Будут повышена надежность и устойчивость новосозданной передающей электрической сети Карабаха и Восточного Зангизура. Далее маршрут обеспечит выход на Турцию и в конечном счете на европейские страны. Ожидается, что это даст Азербайджану возможность экспортировать около 1000 мегаватт. Солнечные станции, солнечная энергетика в Нахчеване, она как бы самим Богом дано то, чтобы развивать именно этот сектор энергетики. Развитие альтернативной возобновляемой энергетики в регионе, в этой части нашего региона, будет большим подспорьем для превращения Азербайджана в хаб не только в традиционной нефтегазовой сфере, но и в сфере зеленой энергетики. Имеющиеся условия позволяют создать надежный зеленый энергокоридор. И Азербайджан обладает хорошими перспективами для диверсификации путей поставок энергоресурсов в Европу. В ближайшие годы динамика производства электроэнергии в стране уже будет в значительной степени опираться на возобновляемые ресурсы. Для этого есть все необходимые условия. Это природный потенциал, приоритеты государственной политики в развитии возобновляемой энергетики, правовая база и благоприятный инвестиционный климат. У нас к этому часу все. Всего доброго. До скорых встреч.